Приветствуем вас, друзья, на канале Даниила и Ларисы. Традиционная наша рубрика посвящена дегустациям. Если вы смотрите наш канал, то вы знаете, что те продукты, которые... Ну, колбасы и сыры, которые срок приготовления, которых больше, чем неделя, мы делаем два видео отдельное приготовление и отдельное дегустацию. Сегодняшняя наша дегустация посвящена сыру Монтерей Джек, американскому сыру, ну, сыру по налогу американского сыра Монтерей Джек, который вызревал три месяца. Этот сыр мы готовили, есть видео на нашем канале. Если вы не смотрели, его ссылку найдете в описании этого ролика, либо же в конечной заставке. Сейчас я просто хочу показать этот сыр в разрезе, чтобы вы убедились, что рецепт правильный, что все было сделано правильно и получится отличный сыр. Итак, разрежем наш Монтерей. Монтерей Джек. Джек. И красота. Красота, друзья. Давайте сделаю нарезочку. Вчера зашел к брату и он достал сыр, купленный в магазине. Говорит, это российский. Я его попробовал. Говорю, Серега, это не сыр вовсе. Это сырный продукт. Серега говорит, как? Он же стоит 180 гривен. Ну, 180 гривен, это сколько это получается? 5-7 долларов. Он же стоит таких денег. Я говорю, ну вот так вот, это не сыр. Давай сравним. И мы сравнили. Я принес российский сыр, приготовленный домашним методом. Он действительно поддержал меня. Но совершенно не та консистенция. Ладно, не в этом. Сейчас мы о Монтерей Джек. Вот так вот наш сырочек выглядит в разрезе. Красивая структура. Единственное, что трещина посередине образовалась. Где-то не так пошел процесс созревания у нас. Но я пока не предполагаю, из-за чего это произошло. Надеюсь, что на вкусовых качествах это не отразилось. Сама структура сыра очень классная. Мелкие глазки. Очень тонкий аромат. Ну, давайте сейчас попробую и расскажу о своих ощущениях. Американский твердый сыр, Монтерей Джек. Ну, в первую очередь, о аромате. Немножко сладковатый, фруктовый аромат. Вообще, очень классный. Немножко легкий-легкий такой грибной запах. Он очень ароматный. Он не пикантный, он не резкий. Запах очень мягкий и очень приятный. Теперь давайте на вкус. Достаточно нежный сливочный вкус. Небольшая кислинка. Вот немножко он с кислинкой. Фруктовое послевкусие. Ну, этот сыр, кстати, вот, мне кажется, он больше для сырной тарелки, чем... Ну, хотя для бутерброда тоже подходит. У него очень яркое послевкусие. Очень-очень классный. Вообще, он очень классный. Мне очень нравится. Не похож ни на российскую группу, ни на голландскую. Потом, кислинка вообще очень... Даже, я бы сейчас вот сказал, что больше не кислинка, а больше чуть-чуть сладковатый. Даже не понимаю, чем это обусловлено. Резепт приготовления. Мне недавно подписчица задала вопрос. Я правильно поняла? Готовить сыр. Кипятишь молоко, охлаждаешь, добавляешь хлористый кальций, закваску и фермент. Ну, на что я ответил. Да, конечно, в общем и целом, все это так же правильно, как для того, чтобы научиться ездить на автомобиле, нужно залить бензин и поехать. Сотни рецептов сыров, ингредиенты одни и те же, а сыры получаются совершенно разные. Друзья, Монтрейджек потрясающий. Очень классный сыр. Реально очень вкусный. Естественно, сыры, приготовленные в домашних условиях, которые вы готовили сами, без всякой химии, без всяких пищевых добавок, без всяких стабилизаторов и так далее, они значительно вкуснее той дряни, которая продается в наших магазинах. По-другому я это назвать не могу. Только в дорогих магазинах, ну, допустим, у нас в Украине есть магазин Королевства сыра, там, где сыры начинаются от 800 гривен, там можно купить за килограмм, там можно купить хорошие, качественные швейцарские, голландские сыры. А то, что продается в обычных супермаркетах, на полках, это ни в какое сравнение. Может, там и есть хорошие сыры, но мне они не попадали, к сожалению. Поэтому, друзья, как я всегда говорю, миссия нашего канала донести до вас, что готовить сыры, готовить колбасу, это просто. Переставайте покупать дряни из магазинов. На приготовление вот такой головки сыра у вас уйдет реально неполный день, но это активная фаза. Потом вызревание в холодильнике, вы уже практически ничего не делаете. И через 2-3 месяца вы можете наслаждаться вместе со своей семьей или с любимым человеком прекрасным сыром, прекрасным вкусом, замечательным, изумительным, которого, ну, просто за такие деньги, потому что обходится он реально в стоимость молока. Для приготовления 2 кг сыра идет 20 литров молока. Считайте, у кого сколько молоко стоит в вашем регионе. И получайте стоимость. А приготовить вы можете американские, голландские, французские, швейцарские сыры в домашних условиях. Просто следуйте нашим рецептам, смотрите наши видеоинструкции, наши блоги, посвященные приготовлению сыров. Мы стараемся все максимально подробно объяснять. А сейчас с удовольствием я вам представляю рецепт с сыром, антерейджек. Ну, вернее, не рецепт, а конечный результат. А видео с рецептом вы можете найти, как я уже говорил, в описании этого видео. Надеюсь, друзья, что вы его приготовите, и он вам понравится, нашему рецепту. Мы все рецепты, перед тем, как делать видео, мы делаем, мы пробуем, делаем этот сыр, пробуем, его съедаем. А потом только делаем уже рецепт для видео. Поэтому все рецепты проверенные и опробованные. Ну и надеюсь, эта дегустация убедила вас в том, что вы можете смело по нашему рецепту делать антерейджек и другие сыры. Поэтому подписывайтесь на наш канал, не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать новых видео. А мы с Лалисой будем готовить для вас новые интересные рецепты. И, естественно, всегда рады ответить. Задавайте любые вопросы в комментариях. Я всегда с удовольствием отвечаю на все комментарии. Мне очень важно общение с вами, дорогие друзья. На этом все. Всего доброго. Пока. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok